Добрый вечер! Воды раздора. Читаем текст. И пришли сыны Израиля. Вся община в пустыню Цин в первый месяц. И остановился народ в Кадеш, и умерла там Мирьям, и там же была погребена. И не было там воды для общины, и они собрались против Муше и Аарона. И спорил народ с Муше и говорит, лучше бы нам погибнуть, когда пали наши братья перед Богом. Зачем вы привели общину Бога в эту пустыню? Гиблое место, место, где нет ни зерна, ни смоковницы, ни винограда, ни граната, нет даже воды для питья. И отошли Муше и Аарон от сборщика в ходу в шатер собрания, и пали ниц. Тогда явилось им слава Бога, и сказал Бог Муше, возьми посох и собери общину, ты и твой брат Аарон. И у них на глазах скажи скале, чтобы она дала свою воду, и ты извлечешь для них воду из скалы, и напоишь всю общину и их скот. И сказал Бог Муше и Аарон. За то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля, вы не приведете эту общину в землю, в которую я даровал им. Это воды раздора, где сыны Израиля спорили с Богом, и Он явил свою святость через них. Вот этот непростой отрывок. Непростой он прежде всего потому, что если идти по линии развития сюжета, то она идет по нарастающей. Вот есть проблема отсутствия воды. Вполне понятный ропот людей, которые находятся в состоянии близком к стрессу из-за отсутствия воды. То же понятно. Ропот. Муше и Аарон обращаются. Падают ниц, обращаются к Всевышнему. Тоже понятно. Он дает им указание, что делать. В принципе, это очень напоминает близкую ситуацию, которая возникла почти 40 лет тому назад, по выходе из Египта. Когда тоже вода была добыта таким образом из скалы, подобным образом, и все вроде идет по возрастающей. И вдруг после того, как есть хэппи-энд, и вода изобильно прилазит скалы, и таким образом сумели напиться и народ, и скот, вдруг после этого и сказал Бог Муше за то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами Израиля, вы не приведете эту общину в землю, которую даровал им. Наказание ясно. Муше и Аарон, им придется умереть здесь, в пустыне. Они не перейдут через границу страны Израиля, через реку Ярден. Обетованной земли им не видеть. Но если наказание понятно, то прегрешение в чем? За то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля. Где они здесь проявили неверие? В чем здесь дело? Как это понять? И вот сегодня мы попытаемся проучить вот этот отрывок при помощи комментариев Рамбана. И Рамбан начинает с самого начала показывая нам сложность. В Торе не разъяснено, в чем именно заключался грех Муше и Аарона. Вот раздор. Есть места в Торе, в которых Тора объясняет, дает объяснение, указывает причины происходящих событий. Другое дело, что нам иногда бывает сложно понять. Вот она причинно-следственная связь указана, но почему из этой причины следует такое следствие, не всегда ясно, не всегда понятно. Здесь ситуация намного хуже. Здесь совершенно ничего не понятно. Наказание есть. И суровое наказание. А в чем состав преступления? Это вот Тора не говорит. Получается, что комментаторам приходится здесь заниматься догадками и строить гипотезы на основе каких-то уточнений, намеков, более или менее туманных в тексте. И, конечно же, это очень сложная работа. По своему обычаю, Рамбан сначала приводит объяснение Раши. По мнению Раши, пишет Рамбан, их грех связан с нарушением указа Всевышнего. То есть здесь было невыполнение инструкции. Ведь он повелел им, скажите этой скале, а не ударьте по этой скале. И если бы они обратились к скале, то тогда имя Всевышнего было бы освещено на глазах у всего народа Израиля. И люди бы говорили, если даже эта скала, которая лишена слуха и речи, выполняет повеление Всевышнего, то уж тем более нам следует его выполнять. То есть если резюмировать то, что сказано у Раши, а нужно сказать, что в свою очередь не только текст Торы здесь не ясен, поскольку он не указывает явную причину наказания мужа Иарону, но и комментарий Раши не совсем понятен. Создаются фактом, что достаточно много комментаторов писали комментарии к комментарию Раши, чтобы понять, что именно он говорит, и они вовсе не все согласны друг другу. Но в общем, какой мейнстрим, основная линия объяснения слов Раши такова. После, что произошло? Умерла Мирьям, и тот самый чудесный колодец, который сопутствовал еврейскому народу во всех его странствах, в пустыне исчез. До этого времени колодец, где бы ни разбивал еврейский народ лагерь, там появлялась скала, из которой бил источник воды, с тех пор, как впервые он открылся в первый год по выходу из Египта, это произошло, и вода собиралась в такое озерцо, лужицу-озерцо перед этой скалой, и оттуда уже проводились, прорывали, если было время достаточно, прорыть канавы, каналы, для того, чтобы могли в лагере евреев им этой водой пользоваться. Так все было на протяжении 40 лет, все очень здорово. Когда Мириан умерла, это произошло там, в Кадеш, в общем-то уже почти на границе земли обетованной, то лагерь построили, а колодца нет. Колодец, источник иссяк, источник иссяк, бесполезная отныне скала, тоже исчезла, даже когда искали эту скалу, не могли ее найти. И вот тогда начался ропот. Всевышний говорит, мужи Арону взять посох и сказать скале, чтобы она дала свою воду. И здесь мужи Арону не могут найти ту самую скалу, с которой надо говорить. Ищут ее, время проходит, а люди жаждут воды и начинают давить на мужи Арону, говоря им, да какая вам разница, из какой скалы. Совершить чудо извлечения воды из скалы, какая разница, из той скалы, которая была все 40 лет, или из новой скалы. Пусть будет новая скала, что там будет другая вода, та же самая вода. И тогда мужи Арон говорят, обращаются к скале, но это была не та скала. Ну и результат нулевой, ноль внимания. Ничего не вышло. Какой отсюда заследовал вывод одной из двух. Либо они говорят с другой скалой, либо они ошиблись, либо, быть может, другой вариант, ведь Фирус не сказал им взять посох. А для чего нужно было брать посох? Наверное, для того, чтобы ударить по скале. Поэтому они делают две вещи. Прежде всего пытаются отыскать ту настоящую скалу, и когда они ее отыскивают, вместо того, чтобы говорить с ней, на всякий случай ударяют по ней. Вот здесь уже результат был другой. А именно вода пошла, но совсем не так, как было раньше, а каплями. Капли появились. И тогда для верности ударили еще второй раз, и уже в этот раз. Хотя это было ошибкой, не нужно, не следовало это делать. Нужно было говорить со скалой, а не бить по скале, а уж тем более дважды. Вот в этом и состоялось здесь нарушение Мошеярона в том, что они нарушили инструкцию, им было сказано, говорить со скалой, а не бить по ней, не извлекать воду при помощи ударов посор. Это объяснение Раши. Продолжает Рамбан, в этом комментарии Раши опирается на году из Медраши, который мне не ясен. И Рамбан начинает перечислять свои возражения. Почему это объяснение, взятое Раши из Медраши, почему оно не годится, поскольку с текстом оно стыкуется очень слабо. Мными словами, Рамбан здесь отвергает. Рамбан знает, что это не собственный комментарий Раши. Что Раши опирается здесь на году в Медраш. То есть это источник Раши, это слова мудрецов Талмуда Хазаль. И Рамбан не принимает этого. И не выйдет в этом ничего предосудительного. Хотя в ряде мест Рамбан очень жестко критикует например другого комментатора Риббенезру за то, что тот не принимает традицию, традиционное объяснение мудрецов и комментирует какие-то отрывки, которые по-своему в разрез с принятой традицией от Хаза. Наверное, имеет смысл раз и навсегда выяснить, когда, в каких случаях Рамбан позволяет себе не принимать объяснение Медраша и предлагать свое альтернативное объяснение, а в каких случаях он не спорит и принимает слова Хазаль, несмотря на то, что могут возникать вопросы. Это принципиальный вопрос. Схему можно предложить такую. Крайне мере, комментаторов, ряд авторов дают такую схему, что все слова мудрецов, все, что у нас есть от Хазаль, от мудрецов Талмуда в самом Талмуде или в Петрашах, все это можно несколько условно разделить на три части. Первое это предание мудрецов, то есть как часть устной торы, которую получили на Синае. Часть этой устной торы это предание, которое касается определенных событий и фактов, что происходило, какие факты были, какие события произошли, либо традиционное объяснение, традиционное толкование определенных мест, слов и ситуации в тексте торы. Это первая часть. Второе, вторая часть это драж или как это называется научная экзегеза, то есть извлечение внутреннего смысла текста при помощи формальных правил толкования текста. Наконец, третья часть это комментарии мудрецов, не полученные ими по традиции, а это уже непосредственное творчество мудрецов Талмуда. Что касается первой части предания, то оно принимается безоговорочно и возражения здесь не принимаются. Это традиция Синая, это то, что передавалось из поколения в поколение Синая. Здесь спор быть не может. Если самое первое поколение, которое получило текст торы, вместе с этим текстом торы получило и традицию того, как следует понимать определенные отрывки, то это интерпретация самого автора, это не то, что кто-то потом приходит, комментирует, интерпретирует, объясняет это. Это сам автор, дав текст, дает еще и объяснение этого текста. И они передаются по традиции, поэтому с этим спора нет. И никто не будет возражать. Вторая часть. Драж. экзегеза. Что касается драж, то здесь спорить тоже не имеет смысла, потому что сама техника извлечения дополнительной информации при помощи правил толкования текста, она на мюте. Мудрецы пользовались ей достаточно широко. Но мы сегодня, хотя мы знаем, мудрецы донесли до нас все эти правила, многие люди произносят эту Брайтус 13 правил толкования текста Тора и произносят ее каждый день. Мы точно знаем все эти правила, но как их применять на практике, мы не знаем. Применение этих правил на практике уже более двух тысяч лет, никто этим не занимается. Поэтому прийти сегодня и сказать, что я, применяя те же самые правила, могу прийти к другим выводам, не тем, к которым приходили мудрецы Талмуда, которые пользовались этими правилами постоянно, это, конечно, смешно. Ничего, кроме горькой улыбки, насмешки вызвать не может. Стало быть, с этой второй частью тоже спорить бесполезно. Но что касается третьей части, того, что у нас есть отхазаль, а именно их собственные комментарии, не входящие в традиционное толкование текста, вот здесь Ромбан считает, что нет никакой обязанности принимать эти комментарии безоговорочно, если они хорошо, удачно объясняют текст, почему бы нет, но если есть возражения, если есть несоответствия, нестыковки, то разрешено предпочесть другой комментарий. На самом деле, может быть, еще скажем еще одну вещь, еще до того, как придем к третьей части, я хочу вернуться на секундочку ко второй части, Драж. Так, Драж, мы сказали, с Дражем никто не спорит. Другое дело, что всегда сохраняется возможность дать альтернативное объяснение какому-то отрывку не на уровне Драж, а на уровне Пшат. И это не есть спор, ибо Драж и Пшат, они не противоречат друг другу, они существуют параллельно. А именно, ключ здесь простой, я его не раз на уроках упоминаю. Пшат это понимание текста, если текст, например, описывает события, разберем это на примере событий, то отражение событий так, как увидел бы их сторонний наблюдатель, вот это вот Пшат. Драж это внутреннее содержание событий. Ароникас того, что сказал или сделал человек, а того, что происходит в его внутреннем мире в этом время, что он при этом думает. И, может быть, он делает одно, скажем, Исаф бросается на шею к Якову, он бросается и Пшат это фиксирует, что он бросается ему на шею. Он целует его, и Пшат это фиксирует, он целует его, но в то же время он продолжает ненавидеть его. Была бы его воля, укусил бы. Но сторонний наблюдатель этого не видит. Он видит брата, который, обливаясь слезами, бросается на шею своему брату-близнецу. Он умилительная сцена. Драж забирается куда глубже в сознание человека, то, что он думает, то, что он чувствует, и еще глубже, быть может, даже в подсознании. Таким образом, когда наши мудрецы говорят в Медраше, что Драж, на уровне Драж, этот отрывок означает следующее, 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 то всегда может прийти потом какой-то комментатор и сказать, как, например, Раша делает это в многих местах, это Дража, а Пшат здесь иной, а Пшат такой-такой-то. И это вещь приемлемая. И Рамбан делает то же самое не раз. Иногда возникают споры между Рашей и Рамбаном, вот по какому вопросу. Определенное объяснение мудрецов Рашей воспринимает как Пшат, а Рамбан будет спорить и говорить, нет, это на самом деле это Драж, а Пшат здесь может быть совершенно иной. И такие споры существуют. Наконец, вот третья часть, третья часть это уже не традиция, не предание, не Драж, а комментарии мудрецов. Сказали, Рамбан считает, что нет никакой обязанности их принимать. Понятно, что и здесь могут быть споры какого рода. Так же, как и в случае с Драж, а именно, определенное объяснение Рашей может воспринимать как предание, с которым не спорят, которые принимают безоговорочно. А Рамбан будет утверждать, что ничего подобного, это на самом деле только комментарии мудрецов, и поскольку он не является обязательной частью предания устной Торы, то нет обязанности его принимать, если есть против него возражения. Вот типичный случай есть и здесь. Есть и тут. Раши, Раши, очевидно, воспринимает слова Медраша о том, что состав преступления был именно в том, что Мушаяры у нас слушались и вместо того, чтобы говорить со скобой, ударили по скале, Раши воспринимает это как предание, не спорит с ним, не выдвигает никаких возражений. Рамбан выдвигает возражения, с которыми мы сейчас познакомимся. Возражение первое. Ведь из того, что Всевышний повелел возьми посох, можно было бы заключить, что следует ударить им по скале. почему воспринимается это как ошибка Мушей и Арона, что они здесь нарушили инструкцию. Сама инструкция была, что было сказано. Еще раз читаю текст. «И сказал Бог Мушей, возьми посох и собери общину, ты и твой брат Арон, и у них на их глазах скажи скале». Да, верно, написано, скажи скале. Но посох-то зачем? Для какой цели? А если бы его воля заключалась только в том, чтобы обратиться к скале со словами, продолжает Рамбан, то зачем же ему нужен был в руке этот посох? И перед началом казни египетских Бог повелел Мушей посох, который превращался в крокодила, возьми в руку. То есть все, все, Асер и Тамакот, все 10 ударов по Египту Мушей пользовался посохом своим. Тот, с которым он первый раз пришел к фараону и бросил его на землю, и тот превратился в крокодила, в змея, можно спорить в кого конкретно. И тот, и другой были символами Египетской империи, и змея, кобра, и крокодил, только разных, может быть, династий, и частей Египта. Так или иначе, вот этот самый посох нужно было взять и в дальнейшем для того, чтобы при его помощи направлять 10 ударов по Египту. И там ведь сразу после этого, когда Мушей, говорится, посох, который превышался в крокодила, ты возьми в руку, и дальше мы читаем, что Мушей приходит к фараону с этим посохом, показывает ему посох и говорит, вот я ударю посохом, который в моей руке, по воде, что в Ниле, и она превратится в кровь. Значит, для чего посох, чтобы ударить по Нилу и превратить воду в кровь. И так далее. Значит, посох для того, чтобы ударять им. Им Мушей пользовался, прошло уже почти, прошло уже 40 лет, им Мушей пользовался для сотворения чудес, и каждый раз он что-нибудь ударял, то по воде, то по земле, то... Так почему же здесь нужно подумать, что от него требуется что-то другое, взять посох, а не пользоваться им по прямому назначению, а только говорить. «И чудо», продолжай дальше, Рамбан, во второе возражение, «И чудо не стало бы больше, если бы Мушей только сказал, но не ударил в эти скалы, ведь для скалы и то, и другое одинаково безразлично, что тем самым Мушей снизил уровень чуда». Рамбан очень странно с точки зрения скалы, угрожают ли ей посохом, бьют ли по ней посохом или вежливо с ней говорят, прося, чтобы она дала... Ей совершенно это безразлично. Что так, что так. Чудо не становится больше от того, что со скалой говорят по-человечески, а не бьют ее безжалостно посохом. Это разницы здесь нет. В скобочках заметим, что Рамбана не вызывает никакого сомнения, что посох, о котором идет речь, то, что Всевышний сказал Мушей, возьми посох, тот, который в шатре собрали. Это именно тот самый посох, которым Мушей пользовался 40 лет тому назад в Египте во время десяти казней египетских. Но с этим нет. И тогда на этом строит Рамбан свой вопрос, если этот посох, который только для того, чтобы существовало, чтобы, творя им чудеса, ударять, делать удары почему-нибудь по воде, по земле, так зачем же его сейчас нужно было брать? Из этого Мушей понял, что нужно по скале ударить. Стало быть, он не нарушил инструкцию, просто, может быть, инструкция была такова, что она его навела на эту мысль. Так вот, ряд комментаторов с ним не согласны. Например, Хискуни. Он пишет так, что на самом деле это посох из предыдущей главы. Что рассказывается в предыдущем разделе? Корох. Говорится о том, что когда народ роптал против Мушей и Арона за их поведение в истории с бунтом Короха и его сообщников, то для того, чтобы раз и навсегда разрешить этот спор о том, кто будет служить в храме, колено Леви или нет, или, может быть, первенцы, Всевышний сказал, чтобы все вожди колен Израиля, каждый свой посох отдали бы Арону, и он положит его в шатре собрания. И тот, чей посох расцветет на утро, он и есть избранным. Он и есть избранный для того, чтобы его потомки, члены его племени служили в мешкане, служили в храме. И на завтра оказалось, что расцвел посох Аарона. И вот этот посох Аарона не посох, мужик которым он пользовался 40 лет назад в Египте, а посох Аарона, который расцвел, и тем самым он должен был раз и навсегда прекратить мятеж Короха. Стало быть, где тут был посох, это антимятежное, антимятежное средство, средство прекращения мятежа. Так вот, именно его Всевышний повелел Моше взять в знак мятежника. Вы помните тот самый посох, при помощи которого прекратился предыдущий мятеж, мятеж Короха и его сообщников? Так вот, прекращайте сейчас ваш мятеж. Это был только знак, знак мятежника, но вовсе не орудие для того, чтобы наносить удары по кому-нибудь и почему-нибудь. Если мы принимаем такую позицию, тогда вопрос Ромбана снимается, тогда это вообще не проблема. Нет вопроса, почему Моше взял, почему Моше нужно было взять посох, казалось бы, ясно для того, чтобы ударить. Вовсе не ясно, это был посох, знак мятежника. Ну, пока что продолжим текст Ромбана. Итак, комментарий Раши, основанный на Медраж Хазаль, Ромбан не принял, не может быть так, чтобы состав преступления был в том, чтобы вместо того, чтобы говорить со скалой, Моше ударил по скале, нужно искать другую причину. Тут он переходит к объяснению Ромбана в Монжайм-Левухе. Роби Моше, то есть Ромба, пришел к заключению, что грех нашего наставника Моше заключался в проявлении гнева. То есть, дело здесь не... Вот, инструкцию он выполнил, но он разгневался, которое выразилось его в словах «Слушайте-ка вы, бунтари!» И Всевышний взыскал с него. Стоп, 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 должны сказать мы. Гнев – это, конечно, нехорошо. Это нехорошее проявление, это проявление отрицательного качества характера. Кстати, в Торе нет формальной заповеди, которая запрещала бы гневаться, но очевидно совершенно, что это отрицательное и очень отрицательное качество. Но все-таки за проявление гнева такое тяжелое наказание не увидеть страну, обетованную, в которую Моше вел народ из Египта. Это цель практически всех последних сорока лет его жизни. Рамбан отвечает на наш вопрос. «Так как не пристало человеку такого высочайшего духовного уровня гневаться перед общиной Исраиля». Тот же самый поступок для разных людей – это разная строгость. Для обычного человека проявление гнева, конечно, это очень отрицательно и очень нежелательно. Но оно, безусловно, не может рассматриваться таким большим криминалом. Но для такого человека как Моше это криминал, это тяжкий проступок. Прежде всего, он является вождем еврейского народа. И не просто вождем политическим. Он человек, с которого берут пример и которому, естественно, подражают. И если он позволяет себе разгневаться, значит, и мне можно, если мой сын не слушается меня, то я могу разгневаться и обозвать его всякими словами сорванец, паскудник или еще как-нибудь. значит, я его могу схватить за ухо в гневе. А Рамбам уточняет еще больше. Тем более в ситуации, когда гнев был неуместен. То есть, еще можно себе представить, что гнев прорывается, когда есть причина гневаться. но здесь он был, к тому же, неуместен. Это еще больше усугубляет. И для такого человека, как Мушея, подобное поведение было осквернением имени Бога. То есть, не гнев, как сам по себе, а так, как воспринялся, так, как этот гнев воспринялся окружающими, произошел хилуль, ашем, осквернение имени Бога. Осквернение имени Бога – это когда человек, с которого берут пример, позволяет себе такое поведение, которое влияет на людей отрицательно, уводя их в сторону от правильного служения Богу. Ведь сыны Израиля учились на каждом его поступке и на каждом его слове. Надеюсь, тем самым достичь блага в этом мире и в мире будущем. Для каждого еврея – это не про увлечение, для каждого еврея Муше был моделью для подорожания. Как же он мог проявить перед ними гнев? Одну из самых дурных качеств человеческого характера. Что позволено, не позволено, что простительно другому человеку, не простительно Муше, потому что с него все берут пример. И если он позволяет себе гневаться, значит, гнев и гнев – это не такая уже страшная вещь. Если уж Муше разгневался, то тем более я имею право разгневаться. Более того, здесь вторая проблема. И когда сыны Израиля увидели, что Муше разгневался, они сказали, ведь у Муше нашего наставника нет дурных качеств характера. Не может быть, он же… Не может быть, чтобы у него были бы нехорошие качества характера. Его выбрал Бог для того, чтобы через него отдать нам Тору. Стало быть, если уж гневается, это только отражение этого гнева свыше. Не может быть его собственный гнев. Может, что он просто так разгневался, на нас, что мы неправильно… Нет. Он себе не может этого позволить. Стало быть, он просто фиксирует, он просто передает нам тот гнев, который свыше. Значит, Всевышний на нас гневается. А это было неправильно. За своей просьбой о воде мы вызвали гнев Бога, но Всевышний на них не гневался. Ведь в рассказе об этих событиях вообще не упоминается о гневе Бога. Он только сказал, наоборот, он проявил здесь участие. Что он сказал? «Возьми посох, собери всю общину, ты и твой брат Арон». И у них на глазах скажешь скале, чтобы она дала свою воду. И ты извлечешь для них воду из скалы и дашь пить общине их скоту. И здесь понимание той тяжелой ситуации, в которой они находились и того ропота, который возник из этой ситуации. Значит, не было гнева свыше. Вот в чем состав преступления Мушей. в том, что он разгневался. И в этом были две проблемы. Первая Хеду Ляшем в том, что люди берут с него пример и хотел он этого или не хотел, но выходит, что люди поняли, что гнев не такая уже страшная вещь. Гнев вещь простительная, позволительная. И второе, что они могли заключить отсюда, что Бог на них гневался. Это было совершенно неверно, потому что не гневался. Теперь как Рамбан относится к этому объяснению Рамбама в Мурене в Ухин. Но он нагромождает заблуждение на заблуждение. Ведь в дальнейшем сказано, вы поступили вопреки моему слову в пустыне Цинна. так сказано в книге Дворим, что вы поступили вопреки моему слову. То есть был здесь отход от указаний. Нет здесь критики «вы разгневались». Что указывает на то, что они приступили его повеление? Это куда ближе к тому, что Раши пишет, что было здесь невыполнение указаний. А еще то, что сказано за то, что вы не поверили мне, здесь же прямо в тексте книги Дворим, «что говорит Всевышний, за что наказание? За то, что вы не поверили мне, чтобы осветить меня перед глазами сынов Израиля». Где здесь гнев? Вот за что. За то, что вы не поверили. Это не значит, что в комментарии Раши это более понятно. По комментарии Раши тоже непонятно. Что значит, за то, что вы не поверили? За то, что вы не выполнили указания. Указание было говорить со скалой, а вы по ней ударили. Ну, по крайней мере, это Кужия не только на Раши, но и на Рамбама тоже. Где здесь упоминание о гневе? Ничего подобного. То, что не поверили, не приведете эту общину в землю, которую я даровал им. Все это говорит о том, что они не проявили в должной мере веру в него, но не о том, что есть наказание за гнев. И более того, уж если следовало спросить мужа за гнев, ведь это не единственный случай, когда он разгневался. Тора, по крайней мере, упоминает еще два слова. Еще в гораздо большей степени мужа мог быть достоин наказания за гнев, когда он без необходимости рассердился на военачальников, которые вернулись с войны в истории Смедьяна. Что и там прямо сказано, что муж разгневался. Здесь не сказано, что он разгневался. А Рамбам может сделать вывод из того, что он обратился к народу Израиля с резкими словами «Слушайте-ка вы бунтари». Но Тора сама не говорит в тексте, что он разгневался. А вот там в истории с военачальниками, которые не выполнили его приказ, там написано, что он разгневался. Так там, наверное, нужно было дать это наказание за гнев, а не здесь. Да и то, что сказано здесь, вот эти слова «Слушайте-ка вы бунтари» Рамбам узрел здесь проявление гнева. Рамбам сказал, что это проявление гнева, это упрек, которого заслужил народ Израиля. В данном случае Торе вообще не сказано, что он засердился, а слова «Слушайте-ка вы бунтари» это не проявление гнева, а упрек, подобно тому, что муж говорит, это сказано в книге «Строптивы были перед Богом своим с того дня, как я узнал вас тогда». И, наконец, Аарон. И если кто-то и разгневался, то это Муше. Но ведь наказание оказалось не только Муше, но и Аарона. Им обоим было сказано, что вы не приведете этот народ в землю, которую я им даю. А Аарон чем намет? Если Муше развердился, то Аарон здесь пришел. Он вообще был человеком незлобливым. «Вся устная Тора полна примеров о его кротости, о его так за что же? И еще то, что говорит Рамбом дополнительная вещь, что Муше своим поведением, что судя по поведению Муше, народ мог подумать, что Всевышний на них гневается, а на самом деле это он на них не гневался. А это откуда взял Рамбом и упрошает Рамбар? Кто сказал, что он не гневался? Наоборот. Невозможно предположить, что Бог не разгневается на сынов Израиля за то, что они восстали против Муше. Ведь во всех других раздорах в пустыне считалось большим грехом то, что если они говорили, зачем вы вывели нас из Египта? То есть это был всегда причиной подобного рода фразы «зачем мы вышли из Египта?» это всегда было причиной великого гнева. Потому что тем самым народ дает понять, что лучше им было оставаться в Египте в самых ужасных условиях, как бесправные рабы, как люди, которые с утра до ночи занимаются бессмысленной, бестолковой работой и прислушивают египтянам, это лучше, чем быть свободными людьми, подчиняющимися Богу Синайской пустыне. Это всегда вызывало в каждом месте Торы, где есть подобного рода жалобы еврейского народа, лучше бы нам, зачем мы ушли из Египта, всегда это приводило к гневу. И в Торе сказано, «Вы отвергли Бога, который пребывает среди вас». И плакали перед Ним, говоря, «Зачем вы вышли в Египет?» Это «Зачем мы вышли из Египта?» Это значит отвергнуть Бога. Безусловно, это гнев. И когда они в первый раз заговорили об этом, даже в более мягкой форме, «Зачем ты вывел нас из Египта, чтобы уморить на них тогда воспал великий гнев, как написано, и заназвал это место испытание и раздор, из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они испытывали Бога». Да и здесь тоже ясно написано, как заканчивается вся эта история. Это воды раздора, где сыны Израиля спорили с Богом. Можно ли сказать, что если сыны Израиля спорили с Богом, то Всевышний на них не разгневался? Так как же может Рамбам говорить, что здесь была, что Муше своим гневом ввел в заблуждение сынов Израиля, так что они могли подумать, что Бог на них гневается. А на самом деле он не гневался. Да, конечно, гневался. Так в чем тогда уж такая большая вина Муше, если он возревновал за своего создателя? То есть это была ситуация, в которой следовало бы. Гнев заслужил народ Израиля, гнев теми своими словами, которые они говорят, и зачем вы привели общину Бога в эту пустыню, чтобы нам погибнуть, нам здесь, и зачем вы вывели нас из Египта, чтобы привести в это гиблое место? Такие слова заслуживают гнева. Так, второе объяснение, объяснение Рамбама Рамбам тоже отвергает. Из всего сказанного по этому поводу, то есть Рамбам знает, что в литературе есть еще немало объяснений, не только объяснений Раши и Рамбама, есть еще много. Так вот, из всего сказанного по этому поводу, не перебирая остальных комментариев, наиболее верным представляется объяснение Рамбэну Хананеля. Но и оно хорошо только в качестве ответа на вопросы. То есть, на самом деле, если Тора скрыла, текст Торы скрывает, в чем был грех Муши Иарона, значит, это одна из тайн Торы, как сам Рамбан напишет в дальнейшем. Потому то Тора и не раскрыла, поскольку это Тора. Что мы скажем? Вот тайна. Тайну понял, не понял, это тайна Торы. Но вопросы же у человека, который читает текст, возникают. Поэтому нужно хоть какое-нибудь объяснение, не имеющее отношения к этой тайне, которое хоть как-нибудь сведет концы с концами и сумеет ответить на вопросы. Вот лучше всего в этом отношении он предпочитает Рамбан. Объяснение Рабейну Хананель, которое он считает более удачным по сравнению с объяснением Раши и Рамбан. Что же он объяснял Рабейну Хананель? Он пишет, что грех заключался в их словах «из этой ли скалы извлечем для вас воду?» Муше и стоящий рядом с ним Аарон, они говорят в первом лице «Мы извлечем воду». Ведь им следовало сказать «Бог извлечет для вас воду». Как, например, сказано, когда даст вам Бог вечером мясо в пищу, а утром хлеба досыта. То есть, когда Муше было, когда Всевышний поведал Муше, что к вечеру они получат мясо в виде перепелов, которые будут падать пачками на станы Израиля, а в дальнейшем они получат и хлеб в виде манна, потому что я вам не сказал, что мы добудем вам мясо, птицу, мы добудем вам манн с небес. Точно указали? Бог даст вам мясо, пищу, Бог даст вам хлеб досыта. А здесь, и также при всех остальных чудесах, а вот здесь они оступились, они сказали «Мы извлечем вам воду из камня». Из чего люди могли сделать вывод, что значит это достижение Муши Иороны, они при помощи своих каких-то особых тайных знаний, особой тайной мудрости, они способны извлекать воду из камня. это не вовсе не обязательно чудес свыше, а это великие-великие способности великого-великого праведника, Муши, который своими святыми руками, своим святым посохом достает святую воду и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Но из слов мы извлечем народ мог ошибочно заключить, что Муши Иороны извлекли воду и скалы с помощью тайной мудрости, и поэтому написано за то, что вы не явили моей святости среди сынов Израиля. Вот в чем было преступление, что вы не явили моей святости в том, что вы как бы по ошибке неправильно выбрав слова, но приписали себе это извлечение воды. В этом отношении это лучше считает Рамбан, чем комментарии Раши и Рамбама, потому что что бы они ни указывали, будь то невыполнение инструкции, что вместо того, чтобы говорить со скалой, ударили по ней, или то, что разгневались, но это Всевышний к этому никак не относится. Наоборот, его слова совершенно другие. За что? Не за то, что вы ударили, и не за то, что вы разгневались, а за то, что не проявили моей святости. Не явили моей святости среди сынов Израиля. Ведь по поводу первого чуда со скалой, там написано первое чудо, когда тоже было извлечение воды, это было 40 лет тому назад, там все иначе. Там сказано, вот, я стою перед тобой там на скале в Хореве, а ты ударишь по скале, и польется вода из нее, и будет пить народ. И сделал так, как муше, на глазах старейшины Израиля. То есть, эти 70 старейших, они видели облачный путь. Это объясняет, что значит, Всевышний говорит, я стою перед тобой на скале. Имеется в виду, что есть зримый, ощутимый признак присутствия Всевышнего, чем в Сенайской пустыне был облачный столб днем и огненный столб ночью. Так стало быть, над этой самой скалой навис облачный столб, и все знали, что он означает. Благодаря им, благодаря этому столпу, стало очевидно, что это чудо, деяние Бога. Но в данном случае сыны Израиля не видели ничего. Никакого признака, никакого столпа облачного, еще какого, ничего не было. Они ничего не видели, ничего не слышали, кроме слов Муша Иарона. А те сказали, мы извлечем Богу. В этом была их ошибка. Вот такой комментарий Рабейну Хананеля, который Рамбан предпочитает и тому, что писал Раши, и тому, что писал Рамба. Но в действительности тайна, связанная с этими событиями, является одной из величайших тайн Торы. То есть, не случайно Тора скрыла, текст Торы скрывает причину, сам грех, состав преступления, ибо он может быть понятен только на уровне тайны. Ведь в первый раз Всевышний сказал Муше, вот я стою перед тобой на скале в Хуреве, а ты ударишь по скале, то есть, мое великое имя пребывает на скале в Хуреве. Это, слава Богу, то есть, шхена, огонь, пожирающий на вершине горы. И тогда Муша ударил по скале только один раз, и скалы потекли обильные воды. Это было в первый раз сорок лет тому назад, но теперь Бог не сказал Муша так. И оба, оба, они посовещались, и оба решили ударить по скале дважды, в этом заключается грех. Что-нибудь понятно, ничего не понятно. И правильно. Рамбан сам предупреждает в своем предисловии к комментарию, что то, что он объясняет Альдер и Хаймет, то есть, на уровне тайн Торы, понять это сможет только тот, кто получил эти Торы, эти тайны Торы по традиции от своего учителя. А люди, которые не получили такой традиции, даже если они будут воображать, что они понимают и соображают в Кабале, и будут даже писать книжки на русском языке, на русском языке по Кабале, то Рамбан предупреждает заранее, что все, что они напишут, имеет очень малое отношение к тому, что он действительно здесь имеет в виду. Поэтому мы не собираемся пояснять то, что здесь Рамбан написал. В конце, в конце концов. Рамбан возвращается к комментарию Рамбама и пишет о согласном мнению наших наставников, упоминающих гнев Муше. До сих пор про гнев говорил Рамбам в Мурене Вухим. Но Рамбан замечательно, он не забывает ни на секунду, что Рамбам не придумывает, несмотря на то, что Рамбама обвиняли в занятиях философии и так далее, он не придумывает своих собственных комментариев, объяснений, практически все, что говорит и пишет Рамбам. У него есть источник в словах мудрецов. Хазар в Талмуде, в Вилонском, или в Русалимском, в Медрашах. Не все источники нам известны, не все источники нам ясны. Иногда мы не понимаем, как Рамба мучил тот или иной источник, делая свой вывод. Но они практически встают. Так вот, получается, что проблема-то какая? Про гнев не Рамбам первый написал, а есть Медраж мудрецов. Написано в Сифри, сказал рабе Элязар, трижды Муше позволил себе разгневаться и во всех трех случаях допустил ошибку. Мудрецы отсюда выводят очень важное правило. Когда человек позволяет себе разгневаться, он обязательно ошибается. Он делает ошибки, и это могут быть роковые ошибки. Ибо тогда человеком управляет не он сам, не разум человека управляет им, а гнев управляет. И он обязательно делает ошибки. И пример больше не меньше, как с Муше. И мудрецы перечисляют эти три примера из текста Тора. Сказано и разгневался он на Элязара и Тамара оставшихся сыновей Ирона. Эта ситуация описана в книге по икра в недельном разделе Шмени, там, где рассказывается об освящении Мишкана соборного шатра и Элязара и Тамара, которые сожгли мясо очистительной жертвой вместо того, чтобы съесть его. У них было на это свои соображения. Миша и Ару не понял их и разгневался на них. Что произошло дальше? Почему вы не съели очистительную жертву на святом месте? И так же написано и в дальнейшем выясняется, что это была ошибка Миша, потому что на самом-то деле правы были они, что им не следовало есть это мясо. Не будем ходить сейчас в подробности почему, но и эту ошибку Миша потом признал, разгневался, ошибся. И еще сказано второе место. Слушайте-ка вы бунтари и за этой ли скалы извлечь для нас воду, для вас, для вас воду. Это как раз наша история с водами раздора. Мудрецы говорят, что Миша здесь разгневался. И результат, что произошло дальше? И поднял Миша руку и ударил по скале с посохом два раза. И еще сказано третий случай. И разгневался Миша на военачальников, тех, которые возвращались с войны, в истории с войной и с медианатикой. Итак, мудрецы сами говорят, что здесь была проблема в том, что Миша разгневался. Как же совместить ту критику, которую высказал Рамбан против комментария Рамбана с тем, что основа-то еще в словах мудрецов. Просто это место, этот митраж в Сифре следует понимать иначе, не так, как понял его Рамбан. Рамбан говорит следующее. Можно объяснить это так. Он ударил по скале. То есть проблема была в чем? Он разгневался и в результате ударил по скале дважды. То есть он ударил по скале, но поскольку из-за гнева не сумел должным образом настроиться для совершения этого чуда, из нее вышли лишь немногочисленные капли. То есть Всевышний сказал ему взять посох, он взял посох и из этого сделал правильный вывод нужно ударить по скале. Но для этого должно быть недостаточно было физического воздействия на скалу. При этом должна быть еще должный достаточный настрой. Но поскольку он был в гневе, поскольку он разгневался на сынов Израиля, которые обвиняли его в том, что он, как Иван Сусанин, завел их в это самое гиблое место и вообще зачем они выходили из Египта. Вернулись одним махом вернулись на 40 лет назад. Все 40 лет его невероятных стараний, чтобы воспитать еврейский народ, все стерлось. Одним махом вернулись на 40 лет назад к тому, с чего начали происходить из Египта. Мушев взорвался. И этот гнев помешал ему настроиться как следует. В результате вода вышла, но лишь несколько капель. И тогда посовещавшись с Аароном, мужей Аарон были поражены этим, посовещались и решили ударить по скале второй раз, а вот это уже был криминал. Нельзя было. И вина была на их обоях. То есть, верно, что была проблема в гневе, но не так, как понял Рамбом, что сама проблема в самом гневе и в хилу-ляшем, то, что люди, глядя на Амуше, поняли, что гнев это не такая ужасная вещь и в некоторых случаях даже и позволительная. Не в этом дело. Проблема в том, что из-за гнева, как мудрецы говорят, они допустили ошибку. Эту ошибку допустили и Мушей Аарон. Здесь снимается возражение, которое он выдвигал против Рамбома. Если Мушей разгневался, то почему здесь Аарон? Да разгневался только Мушей совершенно верно. Но решение ударить второй раз, оно было совершенно ошибочное. Это было решение совместного Мушей и Аарона. И за это они получили оба наказания тем, что они не введут народ Израиля в вторую обиду. Это комментарии Рамбана. В этом комментарии Рамбана мы сумели здесь обсудить и комментарии Раши, и комментарии Рамбана в Мурене в Ухим, и комментарии Рабейну Хананеля, и даже упомянули здесь объяснение самого Рамбана, которое сегодня непонятно, потому что это из Таин Торы. Ну, а вот на следующем уроке мы еще познакомимся с совершенно другим подходом. Это комментарии Рабейну Хаим Бенатар, Ора Хаим, этот отрывок, он тоже совершенно классический, и грех был бы пройти мимо него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова